Друзья, всем привет! С вами Леся и у меня сейчас будет для вас видео с расхламлением декоративной косметики и парой пустых банок. В общем, я тут наводила порядочки, все раскладывала, а также в декоративке все прошерстила и все-таки, знаете, решила все жесткой рукой избавлюсь от того, что мне реально не надо. Да, но просто, знаете, вот стоит, я заметила, когда ты ищешь какой-то нужный продукт, ты натыкаешься на ненужный, ну, это раздражает, ну, лично меня. Давайте все, просто то, что я сейчас показываю, это летит в мусор, отдавать мне некому, пристраивать некому, и я избавляюсь от некоторых продуктов не просто так, и все, окончательно, бесповоротно, без возвратов, без сожалений. Давайте начнем с пустых банок. Вот такое вот мыло от Мое Солнышко. Оно сейчас у нас в использовании, да, оно с дозатором, но просто можно, нравится, и переливать в смену емкости. Такие, знаете, покупанные, поэтому вот, да, крем мыла с пантенолом и с экстрактом ромашки. Могу сказать, что эти мыльцы, они хорошие, они густые, они, знаете, хорошо очищают, и... Нет вот какой-то скользкости продолжительной, но у них мне не понравились ароматы. Если еще белое вот это вот крем, оно куда не шло, то вот это вот оранжевое, оно вообще как-то неприятно пахнет, вообще ни разу не ромашкой. Зеленое было поприятнее. Просто, наверное, вот эти вот вкусы я больше покупать не буду. Также из пустых банок, вот сейчас даже сниму, сменю дислокацию. Давайте так, потому что все равно там дальше декоративка и мелочь. Из пустых банок попробовала я вот такие вот продукты от Хадат. Это скраб и это глубоко очищающий шампунь. Что могу сказать по поводу шампуня? Ну, это крутой, хороший, очень пенищийся шампунь. Он прозрачный, мне очень понравился, люблю продукты от Хадат. А вот скраб я не поняла. Я уже говорила о том, что никогда такими продуктами не пользовалась. У меня пышные, волнистые, кудрявые, не знаю, волосы. И я не знаю, вот как вот с этого пробника. Мне кажется, если бы это было еще как-то с носиком каким-то, да, где ты можешь, ну, как бы добраться этим носиком до кожи головы, это одно. А здесь, ну, просто ты выдавливаешь на руку. Я не знаю, как нам, ну, пробраться уже вот с этим скрабом, который у тебя на руке как, ну, как выдавленное, да, что-то, как к коже головы, потому что, ну, у меня не те волосы, которые это могут спокойно позволить. Мне кажется, вся вот эта вот соль, весь этот скраб у меня просто на волосах остался. И до кожи головы я не пробралась. У меня еще есть два таких сошетика. Попробую еще какими-то техниками, но хорошо, что здесь соль, и она тает. Иначе я, как и говорила ранее, если бы это было что-то не тающее, то и просто бы она у меня осталась в волосах. Ну, в общем, непонятный для меня продукт. Шампунь хороший. Так, и вот такой вот крем для рук от The Act. Здесь 65 мл. Хороший объем идет. Значит, он очень приятно пахнет, друзья. Пахнет чем-то косметическим, сладковатым, но очень сильно приятно. Тут, конечно, еще можно было бы что-то додавливать. Я просто не хочу уже мучиться с этим кремом, потому что, ну, на руки он мне не подошел. По одной простой причине, что он очень жирный. Он не впитывается на руках, его ощущаешь на руках. Даже если, ну, такую граммулечку нанес, все равно вот он очень жирный. Я его открыла когда вот весной, летом, не помню. И, ну, нет, нет, это для очень сухих. 4 месяца после вскрытия, то есть, не нужно в любом случае было его использовать. Ну, может быть, для зимы, если у вас прям, ну, мега-мега-мега сухая кожа. А так, ну, очень жирный, он не впитывается. Поэтому я его определила на ноги и, собственно, на ноги так и домазала. Вот тут уже тяжело выдавливать. Я уже даже не хочу с этим, просто выброшу. Покупать не буду, но пахнет приятно. Ладно. Теперь по декоративке. Я радуюсь тому, что расхламление декоративки у меня не такое часто, не так уж много, но оно бывает. От этого не застраховаться, потому что даже если вы сделаете сводчик где-то в магазине, мне кажется, вы придете и накрасти на лицо, и может все поменяться. Давайте начнем с подводок. Подводки рад. Очень красивые, очень яркие. И, наверное, с них мое расхламление началось, потому что я открыла подводку. Это у меня оттеночек. Я ее, правда, болтыхала. Болтала. Короче, у меня уже оттенка лавандовая, короче, какая-то. Но... Сейчас, наверное, оно перемешалось, и этого будет не видно. Она у меня стояла. Я ее открываю, и она вся, то есть, коричневая тут. То есть, окислилась. И сейчас, конечно, я ее болтала-болтала, и этого не видно. Но когда я ее просто вот отстоявшуюся открыла, я ужаснулась, потому что частично был фиолетовый цвет, а частично он был какой-то коричневый. То есть, она то ли расслоилась, то ли окислилась из-за того, что воздух здесь попадает. Я не хочу просто этим пользоваться. К сожалению, я ее переносила туда-сюда, и этого вот сейчас не видно. Но когда я ее открыла, это было очень видно. И это было страшно. Я даже не поняла, как такое может быть. И вот такая вот красивая. Знаете, что я вам хочу сказать? Вот подводки, жидкая, это не мое. Ну, не получается у меня красиво нарисовать подводкой стрелку. Как бы, ну, как бы я не старалась, у меня не получается. Это и получается какая-то то ли размазня, то ли еще что-то. Да, они яркие, они красивые, но это абсолютно не мой формат. И я решила, что я их выброшу. Без сожалению, больше просто подводки покупать не буду. Мой формат это гелевые карандаши. Все, вот я ими крашусь, у меня с ними проблем никаких нет. Все получается всегда идеально, круто и без всяких но. Как говорит моя дочка, без всяких но. Поэтому, да, ну, меня удивило то, что они так как-то расслаиваются. И такой прям цвет коричневый, прям такие коричневые полосы были. Я так и знала, что если я их перенесу туда-сюда, то это все смешается. Ну, будьте внимательны, вдруг вам тоже это неприятно. Также у меня от ресничка такой вот, это на обзор мне присылали, фетровая подводка. Нет, тоже не хочу. Во-первых, я черными редко крашусь. Это когда у меня прям совсем такая беспроклятная депрессия, знаете. Ну, как депрессия. Я такой человек, как говорю, что депрессия мне не подвержена. Но из-за моих болезней в последнее время у меня были такие темные макияжи, угрюмые, да. Но я лучше карандашом накрашусь. Мне это все равно удобнее. Даже черным, если мне захочется, чем подводкой. Но неудобно мне. Не мой формат. Короче, все, проехали выбрасываем и больше не покупаем. И не оставляем себе. И также помаду от Кика. Блуминг, это 0,3 оттенок. Да, это лимитка, это все красиво. Но опять же, я вернусь к тому, что зачем хранить продукт, которым ты понимаешь, что ты пользоваться не будешь. Зачем хранить, зачем над ним трястись, он будет занимать место, создавать какой-то шум. Все, я решила безоговорочно. Я даже, когда ее купила, я сразу вам сказала, после того, как я ее попробовала, что она плохого качества. Плохого качества в плане того, что она плешивая. То есть у меня есть помады Кика из разных серий, но они так себя не ведут. Это самая ужасная по качеству помада. И цвет у нее очень странный. Она прям очень-очень сильно светлая и очень-очень сильно яркая. И на губах она как будто бы оранжевая какая-то. Поэтому, ну как бы, я ее пользуюсь, ну, я ее пробовала несколько раз, но это смотрится ужасно. Поэтому просто выброшу. И все-таки давайте попрощаемся с хайлайтером Кика, ой, Кика, Мина, 512 оттенок. Этот просто очень-очень, и он не такой, просто оранжевый хайлайтер. Вот такой бронзовый, телесный. Он не доохромный, чтобы можно было как-то понять, что там вот если есть такие желто-розовые хайлайтеры, да, ты понимаешь, что будешь его как-то, ну, он будет как-то красиво сиять у тебя на лице или еще что-то. Здесь он, блин, он так красиво потом переливается. Я все пытаюсь его расхлонить, а потом смотрю какой-нибудь красивый растушеванный и оставляю. Короче, Кика, ой, Мина, твое время. Короче, все, выброшу и все. Я его оставляю, я им все равно не пользуюсь. Мне кажется, что он красиво так растушевывается, но в итоге все равно это не мое тем. Все, все, будем безжалостны. Все выбросим, ни на потом, ни на когда, ни на подумать не оставляем, безжалостно оставляем те продукты, которые нравятся. Все. На этом все, друзья. Всем спасибо. Всем пока.